Снова здорово! Не прошло десяти лет, а я снова стою перед вами. Я тут решил покопаться у себя в голове и вспомнить, кем я был раньше. Это сейчас я могу казаться вам доброжелательным и даже, возможно, хорошим человеком. Но в школьные времена я был тем, кто говорит гадости про людей, привязывает обидные прозвища и не может остановиться на достигнутом. Да, я был тем гадом, который почти что никогда не получал за свои проделки. Технически я не дрался с другими ребятами. Я не вел какие-то подпольные махинации и даже не состоял в банде от петых главгадов. Но я был и остаюсь токсиком. Мне было не важно, кого задевать. Под раздачу попадали все. Одноклассники, дети из других классов, преподаватели и все им подобные. Но при этом я особо не имел врагов. Нет, конечно, были стычки и разбирательства были. Но все это было на удивление редко и зачастую от знакомых мне людей. А так, я даже на стрелки не ходил просто потому что. Что немаловажно, вопреки всем гадостям, которые я совершал, некоторые люди все равно оставались со мной в дружеских отношениях. Даже если им тоже от меня попадало. Это было странно, но это работало именно так. И самое ужасное было то, что я зачастую осознавал, что делаю. То есть все мои оскорбления и обидные клички были намерены. И в момент, когда я считал, что нужно остановиться, я не останавливался. Из-за чего под конец очень сильно жалел. После было немало моментов, когда я уже в более сознательном возрасте специально искал своих старых одноклассников и извинялся перед ними. Я не знаю, почему меня это так сильно волновало, но я серьезно чувствовал себя виноватым. Ведь они вообще не заслуживали подобного отношения. Но, как я уже говорил, проблем со многими из одноклассников у меня не было вообще. Чтобы вы понимали, если у девчонок составлялся список тех, кто будет кушать с приготовленную ими еду на информатике, то я был в этом списке. Причем не в самом низу. К слову, я до сих пор не считаю справедливым то, что мужичкам приходилось заниматься полноценной информатикой, а мужичессам готовкой. Я сам хотел научиться готовить. Но не будем о грустном. Если брать еще один пример несправедливости по отношению ко мне и остальным, то было немало моментов, когда я, стоя рядом с друзьями, не получал от приближающегося быдла ничего. А вот друзья могли и подзатыльник получить, и удар в живот. Что со мной, честно говоря, тоже случалось, но обычно от друзей или от своей наглости. Но об этом как-нибудь в другой раз. Я, вопреки своей природной сцикливости, все-таки пытался вразумить плохих парней и остановить их, как словесно, так и физически. Но обычно, дальше толчка в их сторону, дело не доходило. И они тупо игнория меня продолжали действия. Хотя, случались и моменты, когда они просто уходили, закидывая нас какими-нибудь неприятными оскорблениями. И вот, сука, хоть убейте! Никто не заставлял меня отвечать за свои поступки. И никто даже на стрелку меня не тащил. Я просто говорил, что не пойду ни на какую стрелку. И не приходил! Да, конечно. Потом пару раз можно было услышать упрек мою сторону о сцикливости, но я как-то сбивал на это, как и на все стрелки. К тому же, меня часто поддерживало окружение. Хотя, хочу напомнить, что я это окружение в большинстве своем обзывал и говорил про него всякие неприятные вещи. Не со зла. Но, как уже было выше сказано, говорил я их злобно и намеренно. Вот такие дела! Если вы хотите послушать про мои пакости подробнее, то пишите в комментариях. Я считаю, что подобные действия на самом-то деле с моей стороны были неправильными. Мне незачем это скрывать. И работяги, если вы ходите в школку, то не становитесь такой вот гадкой пакостью. Постарайтесь акцентировать свое внимание на других вещах. Вокруг вас много хороших людей, и они явно получают доли негатива незаслуженно. Не нужно быть оторвым или отпетым петухом. Просто был бы ты человек нахуй! Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, дизлайки, кликайте колокольчик. Без него вам так-то оповещение не придет, а то как вы про моё найти, то узнаете. Также не забудьте жать подписка и рассказывать обо мне и моим видосам Дружба нам. Буду ждать вас с нетерпением. До скорых встреч! Подписывайтесь!